Приветствую, дорогие друзья! Сегодня 2 ноября 2023 года. Через несколько дней мне исполнится 72 и пойдет 73 год. Я успел поблагодарить Бога за новый день в моей жизни. И очень советую сделать это и вам самим, потому что всех, кто слушает мои передачи, кто участвует со мной в дискуссиях, даже маленьких, я искренне уважаю. Нахожусь в переписке, всегда отвечаю лично. Никто за меня никогда, чтобы вы знали, не писал никаких статей и не готовил мне никаких выступлений, как и сегодня. Иду на операцию. Сегодня, вот через пару часов, меня ждет часовой наркоз и несложная процедура. Но наркоз есть наркоз. Как знать, вернешься, не вернешься. О чем думают люди, которые вышли за пределы моего возраста? Ведь средний возраст мужчины в Украине 67 лет или в мире, я уж не помню сейчас точно. Я не готовился к передаче. Да, я уже пережил этот возраст. Господь меня любит не знаю за что. Не знаю за что он меня поднял из беспризорного человека. Господи, и члены парламента, и Киева, и сделал меня богатым человеком. Хотя я никогда не думал, что у меня больше трех рублей, я из Советского Союза, будет когда-нибудь в кармане. Все знают мою историю, что в 41 год я начал заниматься бизнесом. Ну и поехала дальше. Сегодня я живу очень скромно. И вот что вспомнилось. У меня на территории России много родственников, с кем я не общаюсь по линии мамы. К сожалению, не общаюсь, потому что все они хорошие люди. Все они болеют за Украину. Я это знаю точно из такой короткой переписки. Вспомнил вот еврея Сашу Юнтова, моего дворового друга. Кстати, кто остался живым со двора, 90% уже ушли в разные периоды жизни. Я помогаю деньгами. Ну, небольшими деньгами, но помогаю. Многие болеют. И я так благодарен Богу, Господи. Спасибо Тебе за то, что меня не одолевает никакая болезнь, приносящая мне боль. Я боюсь боли. Больше ничего не боюсь. Боюсь боли. Это правда. И вот я стал вам рассказывать, о чем я сейчас вспомнил. Вот Саша Юнтов, еврей, чистокровный. Из семьи профессоров математиков в Харькове. Совершенно непутевый был парень. Господи. Вот как бывает в жизни. Я безродный практически. И он из семьи, уважаемый во всем Харькове. С невероятными способностями. Вывод в жизни, который я сделал. Способность. Это не только генетическая. Но не столько генетически предрасположенность к тому, что ты станешь великим, или богатым, или известным. Это труд. Труд и амбиции. Я верю в то, что бог все делает нам во благо. И даже если случаются нехорошие вещи, это они сегодня у вас, или не дай бог у меня, они хорошие. Завтра они становятся совсем другими, приобретают другой совершенно оттенок. Вот как я служил в армии, например, где хуже для меня в жизни ничего не было. Потому что никакая тюрьма не сравнится с тем, что я пережил в милицейских войсках. Это войска специального назначения в Днепропетровске, где нас гоняли как собак. На 100 человек было 120 командиров, все на виду. Все время эти проклятые занятия, все время мы ползем то в грязи, то в снегу. Издевательства моральные, ужасные. Но не об этом. Я проклинал этот ужас и быдло, которое меня окружало. Это люди были без совести, без чести. В основном, конечно, они не городские были люди, мы были разного менталитета. Без совести, без чести, потому что они издевались над молодыми. Ну, а пока я был молодым, ну, пережить, например, когда тебе старик говорил, иди принеси мне бумагу в туалет. Ну, там туалет этот, дырки в этом. Да, ну, это, конечно. Причем сам пьяница, тракторист. Ну, я уважаю профессию, но я не уважаю пьяниц. И вот он знает, что я этого не сделаю. Но меня будут после этого избивать. Но я не несу ему эту газету, конечно. Я просто считал, что это самое страшное, что в моей жизни было. Но если бы не армия, я бы не понял, что в Советском Союзе самое главное для того, чтобы пробиться куда-то, да, и вырасти до проректора университета, третьего вуза в стране, нужно уметь на самую неблагородную просьбу ответить «Есть!». А потом можно ничего не делать. Кто запомнит, далеко пойдет. Есть и ничего не делать. Так вот, эта армия показала мне, что если я хочу быть всю жизнь униженным, и чтобы меня всю жизнь посылали за туалет, за газетой для задницы пьяницы какого-нибудь, да, и негодяя, бандита или преступника, даже так, я должен выйти в люди. Ну, так это называлось в то время. И вот я в армии подготовился и поступил в институт. Причем сдал все экзамены на отлично. Двоечник, второгодний. Но они показали мне Кузькину мать. Ну и потом, конечно, мне больше с такими людьми не пришлось никогда встречаться. Все остальное уже было, ну, понятно. Я рассказываю о президентах, преступниках, о других негодяях. Да, ну, я сбиваюсь. Так вот, Саша Янтов. Ну, мы все пили, дрались, мы дружили, а дружба была такая, что я готов был за друга отдать жизнь. Да, вот такая была эта дружба. И любовь такая была. Все такое было острое, потому что все без денег. Не надо платить за любовь, не надо платить за дружбу. Никто к тебе не подлизывается. Если к тебе тянется человек в Советском Союзе, да, то ты точно знаешь, он тебя за что-то уважает, он тебя полюбил. Ну, как это у мужчин, я не говорю о гомосексуальной любви, я не по этой части. Ну, любовь мужская есть, да. И мы дружили, я его всегда опекал, потому что я был силен физически и дрался насмерть. Меня боялись. А он всегда такой вот интеллигентный. Все книги прочел. Когда кому-то надо было поступать в институт, мы находили таких людей. В билете, который выдавался абитуриенту, вставлялась его фотография, и он шел в любой вуз, издавал на отлично самый сложный предмет математику. Он был, ну, это второй Эйнштейн. Вот гарантирую. Я с ним потом прожил после армии месяц в одной квартире. Я его пригрел, потому что из дома его выгнали. Он на завод пошел. Всю жизнь себе испортил. В конце концов, сейчас он на Амуре. Вот. И из-за того, что он так переживал за Украину, и каждый день писал мне письма, я его предупреждал, так нельзя. Ну, ты можешь уже возрастом, старше меня, но два года был. Ты можешь получить инсульт или инфаркт. Ну, потому что в основном же идет пропаганда. А пропаганда может убить человека. Об этом никто не думает. И вот у меня таких двое. Еще один живет в Буэрке. Ну, и вот его разбил инсульт. Я ему сто раз говорил, не оставайся в России. Ты еврей, тебя здесь ждут. Таких, как ты, ждут. Он говорил, ну, а что я сделаю для Израиля? Я практически неработоспособный. Фотографом он устроился. Фотографировал школьников. Ну, такой вредный. Что-то хотел доказать всему миру. И с чем остался? Полностью парализован. Если бы не мои ежемесячные деньги, он бы уже умер. Уже бы умер. Он себя уничтожил. А мог стать Эйнштейном. А я второгодник. А я второгодник. С отличием закончил ВОЗ. И обладаю величайшими знаниями в области юриспруденции. Потому что с отличием закончил Харьковские юридические институты. Лучше меня никто на факультете не учился. Советская власть из армии научила меня жить не так, что дальше все пошло, как по маслу. Потому что я знал, там, сзади, меня ждет газета. И грязная задница пьяницы-тракториста. Вот так я рассуждал. И второй парень, Рак, Юра, из Бойерки, очень близкий товарищ. Когда у меня не было денег, я учился в аспирантуре, 80 рублей мне платили. Он приносил домой моим голодным детям. Ну, голодные, не могу сказать, что они были. Но он приносил нам продукты. Он был директором магазина и очень добрый человек. Ничего не скопил. И если бы сегодня я не помогал ему, то у него тяжелая болезнь. Не будем об этом. Но она, как бы, слава богу, не больна. Такие дела. Да. О чем говорю? О том, что вот такие вещи вспоминаю. Когда я просыпаюсь, я думаю о том, как много для меня сделал Господь. И как несправедливо, что к евреям такое отношение. Я ведь в мире. Сколько антисемитов. Я ненавижу ничего, что заканчивается на изм. Коммунизм, национализм, сионизм. Тоже есть такое. Антисемизм. Мой отец. Добрейший души человек. Мужественный. Прошел всю войну. Так и не устроился. Потому что антисемизм в советское время был. Крутой. Скрытый, но крутой. Я все время прятал свое происхождение от него. И он, зная о том, что меня будут преследовать, изменил в своей фамилии и одну всю букву. Потому что если бы он был Черновицкий, то нигде бы меня ни следователем старшим по важнейшим делам, ни проректором нигде бы не взяли. О чем сегодня разговор? Ну, во-первых, ни о чем важном, кроме того, что дороже жизни у человека, это первое, что я хочу сказать. Дороже жизни человека для Бога ничего нет. Для каждого из нас у него свои планы. И что бы ни делалось, что бы ни происходило, то, что вы считаете, или я раньше считал, сегодня я так не считаю, что вот все плохо, все разрушилось. Завтра окажется, что это не было разрушение, что это не было торнадо, а это было благо, посланное тебе Творцом. Только используй его. Если тебе плохо быть бедным, становись богатым. И для меня богатый не тот, кто имеет деньги. Я никогда не уважал никого из олигархов. Хотя одно время я был богаче их, потому что они не бизнесмены. Они сосут деньги из бюджета. Участвуют в приватизации, приватизируют телеканалы для того, чтобы потом прийти в правительство и сказать, вот у меня телеканал, хотите, буду вас мочить. Не хотите? Давайте мне газовое хранилище и поехали качать газ. Ну разве это бизнес? Это воровство. Кстати, местный газ можно было бы отдавать очень дешево населению. Но это я не хочу сейчас настраивать там. Ладно, это другой вопрос. Захотите, когда-нибудь поговорим. Сейчас не время, надо бороться с агрессором. Это другая тема. Да, побеждать. Вот такие дела. Я уважаю тех, кто создал дело какое-то. Или он хорошо работает. Это его, да? Ну даже хороший дворник. Я работал дворником. У меня. Я в детском саду это делал. Когда учился в институте, мне не хватало повышенной стипендии. Тоже 80, кстати, рублей. Это самая большая стипендия была в Советском Союзе. Так я учился. Но я так хорошо подбирал. Детки в моем детском саду могли валяться даже на асфальте. Все было чисто. Потому что я перфекционист. Ну я не могу оставить окурок или что-нибудь, если я занимался уборкой. Если я мыл пол дома, жена не заставляла, или стирал пеленки, то я это делал, поверьте, не хуже моей жены, а то и лучше. Потому что, например, посудой больше, чем я, не помыла ни одна женщина в Украине или в Советском Союзе. Потому что в армии надо мной так издевались. Сплошные наряды и посуда, и отдельная тема. Итак, первый вывод. Это, конечно, все, что не делается, все для вас. Все лучше. Только ищите себя. И не мечтайте о том, что имеют негодяи. Негодяи все плохо кончат. Абсолютно все. В каком месте и где это будет? Вы же не знаете их жизни. Вы не знаете о том, что бумеранцы работают. И не надо ждать того света. Вы просто не знаете, что на самом деле дома у него творится ужас. Дети становятся наркоманами или негодяями. Или жена его хочет отравить, потому что он ей так надоел, идиот проклятый. И с жизнью не ладится. Вы не знаете проблем того, кто вас грабит. Или кто над вами издевается. Не завидуйте. Делайте хорошо свое дело. И всегда у вас будет все в достатке. Вот что нужно мне, например, сегодня для счастья? Овсяная каша. И вкусные йогурты. Обожаю йогурты. Ну, кофа балуюсь. Ой. И курю 6-7 сигарет в день. Ну, таких самых слабых, но так приятно. Ну, что делать? Я курю уже почти 60 лет. И занимаюсь спортом и все остальное. Мне это как бы не мешает. Я себя успокаиваю. Ну, Господь простит. Второе, что важно. Я просыпаюсь с чувством, что даже если я умру, я сделал самое важное в своей жизни. И прошу Бога, чтобы Он усилил эти мои возможности. Я помогаю людям, тысячам и тысячам и тысячам людей, которые никогда не скажут мне спасибо. Это не мои друзья. Мои друзья, у них будет всегда, пока я живой, все в порядке. Это разные люди. Зайдите на мой сайт в Грузии, и вы увидите. 20 лет я это делал в Украине. И это был самый крупный за всю историю Украины, чем я горжусь, Центр по защите прав беспризорных людей. Я за них судился, отвоевывал им даже квартиры, кормил две тысячи человек в день. Ну, больше просто я не мог собрать. Я даже автобусы взял для того, чтобы находить их и привозить их в нашу столовую, где было самое лучшее оборудование. И для того, чтобы искупаться, и в шею повыбивать. Мы даже импортную шиво-выбивалку купили. Да, и прачечная, и все остальное. Но в Грузии другая программа. Мы лечим и онкобольных, и других. И я горжусь тем, что еще таких, как я, сто тысяч человек. В маленькой стране, трехмиллионной, сто тысяч человек. Каждый раз, когда я нахожу несчастных людей, посылаю деньги. Знаю, что у меня их у самого достаточно. Но я объявил о том, что моя задача, моя миссия не в том, чтобы накормить бедного. Он и без меня поест. Уверяю вас. Не умрет. Сегодня умереть даже в постсоветской стране невозможно. Кто-то где-то даст поесть, кто-то где-то даст поспать. А жизнь у них, я ее знаю, вы ее не знаете, как я. Потому что я два дня в неделю, а потом один день. Я всегда приходил к бомжам. Мы их собирали перед едой. 60-80 человек. Обследовал вместе с ними, все ли в порядке. Работают душевые, прачечная и все остальное. Ну, в общем, рассказывал, спрашивал у них, какие проблемы. Ну, мало кто хотел говорить о проблемах. В основном это люди из другого мира. Если вам будет интересно, вы можете посмотреть об этом мою передачу. Это другое. Но я знаю их жизнь, я знаю их психологию. Их нельзя за это осуждать. Потому что там я встречал даже своего начальника следственного управления. Как они становятся бомжами, никому не понять. И это не тема сегодняшнего разговора. Я знаю, что я перед Богом сделал самое важное. Для чего я и создал благотворительный центр в Грузии. Самое важное для человека протянуть руку тому, кого ты не знаешь. И кто потом тебя не догонит где-то, не узнает, что это ты. И не скажет тебе, спасибо тебе, Леонид. Ты меня накормил. Или ты мне купил холодильник, плиту газовую. Или что-то построил. Ну, много чего. Или продуктами, или лечил. Не скажет. Они меня не найдут. Потому что я даже не нахожусь в Грузии. А для Бога, почитайте Библию. Если ты помог постороннему человеку, не маме и папе, им ты обязан. Потому что сказано в Завете, в десяти заповедях Господних. Почитай Отца и Мать. Это если ты не делаешь, тебе, конечно, с Богом не по пути. И твоя жизнь гроша ломаного не стоит. Я говорю о другом. Надо помогать тем, кому плохо. Если ты узнал об этом и не помог. Грех страшный. А если ты помог, чем можешь? В основном из этих ста тысяч девяносто девять процентов посылают по пятьдесят копеек. Пятьдесят тетри. Это в Грузии. Это бедные люди. Они сами пережили проблему. Но тогда Бог протягивает тебе руку сам. Представляете? Так говорит Иисус. Я не знаком с Иисусом, как и вы. Но так написано теми, кто его видел. Все апостолы говорят об этом. Если ты помог человеку, которого ты не знаешь. Если ты протянул ему руку помощи в тяжелую минуту, ты протянул руку, говорит Иисус, мне. Ну так сказано, кстати, почти во всех источниках религии. Теперь третье. Это кто из умных дочитает. Поэтому я долго и говорю. Потому что для людей, которых я называю африканцами, для них мои спичи, это как иголка в одно место. Да, антисемизм. Какой ужас. За что вы ненавидите другую нацию? Ну не обязательно евреев. Ну и особенно евреев. Потому что Бог любит евреев. Это правда. Это написано в Библии для христиан. Потому что и сам Иисус был евреем. Его родила мать еврейка. Даже если Бог его отец, то родила его еврейка. За что вы их ненавидите? За что было ненавидеть моего отца? Что плохого он кому сделал? Он только защищал. Он был очень сильный физически. Намного сильнее меня. Былок мог дать любому негодяю. Я тоже, когда был молодой, если видел, что кого-то бьют на улице. В советское время выскакивал из машины. А машину мне подарил на свадьбу тесть. Шестую модель. Я считал это очень богатым подарком. А жизнь как сложилась? Когда он умер, если не мои деньги, его похоронить было бы не за что. Пути Господни неисповедимы. За что ненавидите другие нации? Если человек, я понимаю, это так, да? Есть вера в Бога, а есть фанатизм. Если ты бьешься лбом, а придуманную тобою фигуру Бога или его изображение, что сказано в Библии, да? Нет у меня лица. Никакого. Эйнштейн сказал, что Вселенная бесконечна. А кто такой Бог? Владыка Вселенной. У него тоже нет границ. Но он живой. Так сказано в Библии. Он живой. Живее всех живых. И такое же бесконечно великая у него и душа, и сердце. Это я говорю вам как доктор права. Как человек, который прослушал абсолютно всех почти великих проповедников и многих-многих-многих философов. За что вы их ненавидите? Но я понимаю, что фанатизм вообще имеет свои корни только в нищете. Когда у человека все плохо материально, у него, конечно, ему не до философии. Не до философии. Он каждый день думает о хлебе насущном. А о Боге вспоминает, когда идет в церковь и целует икону. Но это не вера. Или приседает, или кланяется. Богу это не нужно. Я вижу Бога как нечто живое. И одна сплошная любовь к тому, кого он создал, как сказано в Библии, по своему образу и подобию. Не могу сказать, что я ненавижу фанатиков. Я просто считаю, что это отбросы и националистов человеческого общества. Если ты считаешь другую нацию умнее тебя, и ты ее ненавидишь за ее ум или способность к выживанию. А еврея убивали на каждом шагу. И антисемизм это ужасная вещь. Загавкала даже моя собака. Он тоже еврей. Зовут его Мойша. Привет. Привет. То ты недоразвитый. И никогда тебе не построить. Накое демократическое государство, если у тебя в душе одна злоба и ненависть. Потому что вера в Бога – это любовь. Это любовь. Всех вас люблю. Обязательно позвоните своим родителям. Обязательно утром говорите спасибо Богу за новый день жизни. Вот я сегодня сказал, и уверен, что я вернусь живым. И постараюсь поработать для Украины, для ее победы. Над главной проблемой. Главным врагом, который уничтожает украинца и мою родину, Украину. Это коррупция. На первом месте. И во-вторых, конечно же, победа над Акаресовым. Причем победа сокрушительная. Не только физическая, но и моральная. Мы дадим им жару. Любите друг друга. И будет любить вас Бог. И все у вас будет хорошо. Удачи.